Всем добрый день дорогие отцы, братья и сестры. Я первый раз в родах вообще за всю свою жизнь. Я вам хочу сказать, что и на Гомичине тоже есть жизнь. Я приехал с дальней епархии Гомицкой и самого молодого города, города Светлогорска. Ему 65 лет было недавно. И моя работа заключается уже 20 лет. Я работаю с людьми ВИЧ-инфицированными и наркозависимыми нашего города. Я немножко вам предысторию скажу. Фильм и весь не посмотрим сегодня, но там в начале фильма, где начинается наш путь вместе с ребятами. Если на 2004 год по всей республике Беларусь было 14 тысяч ВИЧ-инфицированных молодых людей, то 7 тысяч это составляет Гомицкая область, а 3,5 тысяч это город Светлогорска. И то врачи нам говорили, что умножайте на 3, это будет полная картина нашего сегодняшнего, ну то, что мы можем увидеть. И сейчас я хотел бы зачитать нашу работу, нашу деятельность, может кому она пригодится, и что получилось за 20 лет нашей работы. В конце 20 века мир столкнулся с эпидемией инфекции вируса иммунодефисита человека. ВИЧ сегодня это эпидемия, поражающая в первую очередь молодежь, зависимый человек не в меньшей степени, чем остальные, может надеяться на милосердие Бога, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых всех. Наркопотребитель, как и любой другой человек, способен изменить свой греховный образ жизни и встать на путь спасения. Исполняя эту ясную, выраженную волю Божию, служители Церкви могут и должны оказать помощь решившимся прекратить употребление всякого рода наркотических средств, участвуя в реализационном процессе в качестве соработников Божьих. Как и всякая борьба с грехом, выход из наркотической зависимости начинается с намерения человека. Добровольное желание зависимого человека прекратить употребление наркотиков и согласие на реабилитацию является необходимым условием для успеха реабилитационного процесса. Зависимый человек должен быть активным и сознательным участником реабилитации, готовым приложить усилия и понести труды для преодоления зависимости. Православная Церковь в лице священнослужителей и мирян принимает участие в борьбе с эпидемией вируса иммунодефицита. Церковь ясно свидетельствует, что болезни и связанные с ними страдания, в том числе переживаемые больными, отчуждения и презрения со стороны окружающих – это последствия греха, пренебрежения богозаповеданными нравственными нормами и интересами ближних. Обличая грех, Церковь следует примеру своего Господа. Совершаем служение милосердием в отношении больных. Церковь ведет работу с наркозависимыми, составляющими основную группу риска заболеваемости – ВИЧ-спиду. Последнее время ВИЧ-инфицированные все чаще оказываются в сфере пастырского попечения приходских священников. Святая Православная Церковь всегда во все времена остается со своим народом. Церковь не делит людей на больных и здоровых. Нужно помнить, что это прежде всего проповедь диванинской истины и призыв по всем людям жить по закону Святой Матери Церкви. Одно из многочисленных служений Белорусской Православной Церкви – это миссионерская и социальная деятельность, в которую входит работа с людьми, живущих с ВИЧ. В Гомельской епархии организуется работа приходских групп взаимопомощи. Таких групп нескольких. Братство помощи со зависимым преображением. Работа братства организуется приходом Храма Святаго Благоверного Княза Александра Невского в городе Гомель. Виды их деятельностей. Каждый четверг в 17.30 Акафис, предыконы Божией Матери, Непомерная Чаша. Или молебен о страждающих. Беседы священника о сложных жизненных ситуациях в семьях. Сотрудничество с Гомельским областным наркологическим диспансером. Ежемесячное посещение братством лекций психолога в реабилитационном отделении закрытого типа наркодиспансера. Распространение духовной литературы. Сотрудничество с учреждением Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей. Встречи священника, руководителя группе с подчиненными учреждениями, имеющим алкогольную зависимость. Паломнические поездки к святыням. Группа помощи зависимых. Затрезвый и здоровый образ жизни воздержания действует при храме Святого Успенского собора в городе Речицы. Виды деятельности. Один раз в две недели, в воскресный день по окончании Божественной Литургии, совершается молебен о страждующих. Беседа с ответами на вопросы священника. Каждый вторник, 17-30, акафис предиконной Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Участникам, группе, периодическим раздаются листовки и буклеты по трезвому образу жизни. Ведется сотрудничество с психонаркологическим диспансером Реческой ЦРБ. Далее хочу поделиться личным опытом в работе с наркозависимыми людьми. В городе Святогорске в 2001 году вела деятельность организация «Альтернатива», которая была создана Александром Ходановичем. Путь к покаянию Александра начался со временем, когда он полез на замаховой соломкой на чердах дома своей матери, где нашел икону Божьей Матери «Неупиваемая мая Купина». Со временем у него возникла идея создать благотворительную и общественную организацию «Альтернатива», чтобы помочь другим при удалении зависимости. Он отмечал, что без участия православной церкви исцеление ребят было бы невозможно. Именно поэтому он обратился к арестарху, архиепископу Гоминскому и Жлобинску за помощью. И по благословению Мисокопреосвящения Чударистанха, архиепископу Гоминскому и Жлобинскому казну номер 118 от 22 июня 2004 года, для духовного укоромления наркозамисием был назначен Иерей Александровичем, то есть я. Так я присоединился к организации «Альтернатива», где познакомился с молодежью, употребляющей наркотиками. Я помню этот день вообще, когда я пришел. Вы представляете, тогда общество вообще не принимало людей, которые употребляли наркотики или вообще были вичинфицированы. И мне 21 год, я молодой священник, мне владыка благословляет идти и трудиться в этом направлении. И я прихожу вечером в группу, где ребята наши собираются, и там было около 10 человек, молодых ребят, некоторые из них были даже по наркотическим веществам. То есть ты туда приходишь и не понимаешь, что у людей в голове вообще, что происходит, и чем может это все закончиться. Никакого не было опыта вообще. Что делать, как, к чему? Ну, конечно, как священнослужитель, я понимаю, что все надо начинать с молитвы. И вот и сегодня мне очень понравилось, что наш форум, который мы здесь сегодня с вами проводим, начался с бложественной литургии. То есть Господь, независимо от нас, я уже настолько уверен и убежден, что Он действует в нашем сердце, даже не то, что мы не замечаем, как Господь управляет судьбами и сердцами людей, которые хотят помощи. И вот мы начали работу с ВЭК. И я, чтобы отвлечь молодых людей от пахутного образа жизни, я предложил им паломничество в поездку от Днюю Пустыню. Это была маленькая группа юношей и их матерей, что запечатлено на фотографиях. После паломничества мы регулярно встречались в офисе организации литератин для обслужения. Мы представляете, мы двое суток были в паломничестве, и ребята, вот Андрей Олосов, он будет выступать на фильмы, вы его посмотрите, он ехал снова под дозой, и они постоянно дозу увеличивали. И я сижу в этой маршрутке с ними, и две мамы, и 10 человек, вот молодых ребят. Но тогда нас очень сильно поддержал настоятель Оптиной Пустыни, и два человека, два молодых парня там остались для дальнейшего проживания. И в дальнейшем, он говорит, если есть такие молодые люди, мы их будем ждать, то есть мы можем их направлять для того, чтобы они там могли где-то как-то прийти в себя. Потому что на улицах города нашего, вот когда идешь, например, на какую-то требу или куда-то еще, 20 лет назад постоянно были шприцы, кровь и так далее. То есть была очень такая картина неблагополучная для того, чтобы ребенку или молодому человеку можно было выйти и не употреблять наркотики. То есть постоянные были группы, где их приглашали. И очень было сложно ребятам преодолевать эту независимость. Замечу, что многие из ребят волновались идти в храм, опасаясь осуждениям, даже если никто не знал об их проблемах. Поэтому мы решили открыть для них молитвенную комнату, чтобы они могли посвящать богослужение. Встречи, проходившие по средам, поддержал поседатель Координационного совета Александр Ходономич. Здесь совершались молебны с водоосвятием. Вот я, если вот был тут молодой священник, который только был назначен на работу с зависимыми людьми, да, вот, что мы можем делать как священник. То есть ребята пришли на группу, мы как-то по-человечески пообщались, выслушали этого человека. И вот мой личный опыт, то есть мы служили водоосвятным молебеном и помазывали ребят святым маслом. Потом они замещали от ВИЧ-инфекции и метатон, таблетки, и там разные, предлагалась им врачами терапия. И они начали потреблять, забивать свои лекарства святой водой. И я вам хочу сказать, что вот забегу чуть-чуть наперед, вот эти все эти десяти человек, которые были как бы ветераны, как отец Михаил говорил, они до сих пор поддерживают мы с ними связь. Ну я потом о них расскажу дальше. В начале нашей работы с наркосолюрисами, в том числе и ВИЧ-инфицированными, часто сталкивались с тем, что многие родители не могли найти общий язык со своими детьми. Вы не представляете, как человек, наркоман, выносит все из дома. То есть он выносит для дозы все, то, что плохо лежит. Так и зависимые алкоголи. И родители, некоторые, вот я встречаюсь с родителями, с мамой, а большинство это были только одни мамы. Отец уходил, и это были одни мамы. И вот мама говорила, да лучше бы он пил. Или лучше бы он там пошел куда-то на войну. Потому что уже было невозможно вот это все по-человечески выносить. То, что делали люди, дети, которые вот мама их родила. Это очень больно, конечно. И поэтому мы находили этих родителей, и вместе с ними помогали решать проблемы, объединяя семью в борьбе с зависимостью. Так по четвергам организовали встречи с родителями, посвященные преодолению зависимости. Совместные встречи с психотерапевтом, Владимиром Николаевичем Кабановым, альтернативным и священником играли важную роль в реабилитации. На этих собраниях участники могли открыто говорить о своих трудностях и поделиться успехом в борьбе с зависимостью. Что самое важное именно в моем опыте работы. Каждый человек или ребенок, который, например, там, девушка или парень, ВИЧ-инфицированный, выявилась эта болезнь, этот вирус, или наркоман, или алкоголик. Каждый родитель замыкается в себе и пытается выйти в одиночку и справиться с этой проблемой. И вот очень большой хороший результат покажет, когда мы все вместе. Когда мама одна, вторая, третья, пятая, десятая, двадцатая пришла и посмотрела, что я не одна такая, что таких ребят очень много. И объединяющий орган это есть священник или психотерапевт, церковь, служба и молитва. Тогда с Божьей помощью вот эта группа становится как единый организм для того, чтобы преодолеть всякого рода встречающиеся проблемы на пути к выздоровлению их детей. То есть совместно нужно об этом говорить. Что выявлялось, что которые из них не были крещены, и тогда для них совершали саинство крещения. Со временем в организации сформировалась группа людей, которые преодолели зависимость. Они сами начали пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи, открыто рассказывая о своих положительных ВИЧ-статусе в фильмах и телепередачах, школах в Светлогорске, на предприятиях и в техникумах. Проходили встречи, круглые столы, на которых ребята делились своими историями, утверждая, что жизнь без наркотиков лучше. То есть они очень, даже сами, когда ребята вот уже по 8 лет, по 9 лет, по 10 лет не употребляли наркотики, они уже хотели послужить, чтобы они были полезны. И они сами начали предлагать, что мы будем ходить в школы к студентам, в общежитии и говорить, что очень можно жить и без наркотиков, и жить без наркотиков лучше. Сейчас мы немножко посмотрим фильм, не полностью, но отрывом, потому что время ограничено, как нам сказали. На этом фоне безысходности все больше и больше наркозависимых и чертицированных стало обращаться к Богу. Многие из них считают, что только через веру к ним придет избавление. Александр. Стаж употребления наркотиков около 9 лет. Однажды в поисках сушеного мака он залез на чердак бабушкиного дома. Там, в завернутой материи, лежала икона. Он понял, что в жизни необходимо что-то менять. Поехал лечиться. Более 8 лет Саша не употребляет наркотики. Благодаря Богу остался, наверное, жертва. Со здоровьем было плохо. Поехал я в больницу чуть позже. Уже могу уверять. По приезду в Минска. Два часа поступило в отделение. В пять часов у меня забрали в реанимацию там уже. Так что наркотик в организм не поступил. Еще благодаря наркотикам какой-то толчок был, наверное, что... А здесь наркотик-то не было. Организм наук не надо, как сказать. Саша помог ей своей жене перестать употреблять наркотики. Теперь Александр помогает товарищам по несчастью. Он постоянно обращается с молитвами к Богу с просьбой спасти души умерших ребят. По его инициативе в Светлогорске создан Центр реабилитации наркотовизимых «Альтернатива». Саша, матерь умерших от наркотиков ребят, батюшка и специалисты, работают в этом центре с наркоманами и членами их семьи. Очень долгий промежуток времени у них не было своего помещения, поэтому собирались они в маленькой квартире Раисы Аксеновны. Часто вместе ходили в церковь. Слава тебе Богу! По благословению архиопископа Гобинского и Жгобинского Арестарха три года назад владыка послал меня в город Светлогорске и священническое пастушание в Святом Метропавловском хорале. И мы с ребятами беседуем о том, что тело, оно умирает здесь на земле, а душа наша, она бессмертная и идет к Богу на вечность. И мы несем ответ перед Богом за всю нашу земную жизнь. И мамы у нас по вторникам собираются, и мы с мамой беседуем для того, чтобы, когда сын или дочь приходит в покаяние в этих грехах, им надо помогать. То есть им не надо отталкивать от себя, а, как сделал это в притче, отец из блудного сына, обнять и полюбить так, чтобы простить это ему зло, которое он сокровляет. Я хожу туда, и я не могу это дело ставить, и помогаю. Ну, помогаю чем-то родителям, потому что разные женщины приходят, и зло именно очень приходит. Я хочу поблагодарить только Бога, и вот этих вот людей, которые хотят встретить вас здесь в центре. Это люди, которые действительно, они помогают не только своим детям, но они помогают и наркоманам. Они, я считаю, что наши мамы очень разобщены. Мы каждый в отдельности действуем, и мы не знаем, как нам бороться со своими детьми. А вот, походив на эти занятия, пообщавшись со священнослужителями, я пришла к выводу, что все-таки такими силовыми методами мы ничего не добьемся. Нам надо объединиться, и только добротой и милосердие мы можем вылечить своих детей. Из-за увеличения количества прихожан, молящихся за наркозависимых и душ умерших наркоманов, церковь дозвалась на эту беду. И спаси, спаси, пресе Боже. Спаси, спаси, пресе Боже. Церковь всегда себя осознает частью общества, и все три волнения общества, конечно, касаются церкви. И сейчас, в данный момент, церковь очень остро осознает вот эту проблему и большую ответственность, которую она должна привести. Мы имеем все возможности, и теоретически достаточно у нас прошло разных семинаров пастырских, которые уже дают нам теоретическую богословскую базу для того, чтобы начать серьезную работу в этом направлении. По благословению Владыки Аристарха, архиепископа Омельского и Жлобинского, священнослужителями и общественной организацией Альтернатива создан Центр реабилитации наркозависимых в городском поселке Павельчий из Жлоборского района. Когда мы вот спросили у одного из участников нашей группы, вот, а ты вот вообще-то как я хотел бы пойти на место, он сказал, а кто меня принял? Меня с моими грехами Иваном принял. Ну, учитывая, что история его достаточно тяжелая, это несколько отсидок в тюрьме, он принес ему множество горя и своим близким, и выносили вещи, деньги воровал у семьи, у других людей. И естественно, что вот даже в тот момент он был в трезвом состоянии, уже несколько месяцев не потребляя наркотики, в общем-то с хорошей настройкой, но вот такая боль, что церковь его не принят, была очень большая. И когда батюшка ему сказал, а ты приди, церковь тебя принес, такому, как ты и есть. Евангелие говорит нам о душе человеческой, что она бессмертная, что мы телу можем свое поранить, оно наше болит тело, разными болезнями заболевает, но наша душа бессмертная. И Господь вызывает покаяние для того, чтобы эту душу очистить, чтобы со смирением, с любовью бороться со своей душой в хорошем христианском делах. Храни вас Господь, Ангел Хрэль. Спасибо. Ребята из общественной организации «Альтернатива» вместе с отцом Александром очень долго выбирали помещение под сентр. Свои действия они согласовались с местным руководством. Все складывалось хорошо, но местное население ополчилось против наркозависимых. Их стали гнать из тех мест. Никакие уговоры и просьбы, результата пока не дали. По инициативе Белорусского круглого стола по межцерковной помощи регулярно проходят конференции, на которых собираются представители православные. И я хотел бы продолжить. Во время работы групп участников знакомились ребята между собой и создавали семьи. У ВИЧ-инфицированных родителей рождались здоровые дети. Вот это именно было, наверное, Господь показывал ребятам, что за труды и покаяния, ихние уже плоды, дети не подтверждились ВИЧ-инфекцией. В планах «Альтернатива» было создание революционного центра в поселке Паричи, Святого Старого района, находящегося под духовным попечением в Створском благочении. К марту 2007 года в Паричах открылся революционный центр, в котором стартовал проект ресоциализации наркозависимых ВИЧ-инфицированных, финансированный Христианским детским фондом. В условиях отрыва от негативного окружения цен использовал психологические и воспитательные методики. Организовал трудовую деятельность. Это способствовало формированию устойчивого отказа от наркотиков, обучению трудовых навыков и эгросоциализации ВИЧ-инфицированных, наркозависимых, возвращая их в здоровую жизнь. В процессе реабилитации наряду с духовной поддержкой участники занимались сельскохозяйственностью. Верачивали гусей, закладывали сады. В настоящее время один из жителей реабилитационного центра родом из Пинска вступил в брак. Немножко расскажу про этого парня. Он приехал из Пинска 20-летним юношей, в полной зависимости от наркотиков. Прожил он там в центре с ребятами полтора года и заболел. Простой, простудой заболел. Попал в нашу больницу, познакомился с девушкой, с сестрой. Создали семью и сейчас у них растут две прекрасные дочери и они в Пинске продолжают фермерское хозяйство. То есть семья. И у нас есть такие встречи. Была вот встреча спустя 10 лет. Семей, ребят с детьми, с семьями, с женами. Уже даже не которые с внуками. Они приехали на нашу встречу. Ну и часто я их вижу в своем храме. Сейчас он, проживая в городе Пинске, выступает, воспитывает двух дочерей и занимается в фермерском. В Сятогорском районе остается много семей, которые прошли программу центра реабилитации. На данный момент они воспитывают своих детей и посещают богослужения. Мне приятно знать, что у них в жизни с Божьей помощью поменялось в лучшую сторону. Регулярные встречи с ребятами показали, что на протяжении всего времени с самой действенной помощью было человеческое отношение. Понимание их проблем и принятие. В двухтысячных обществах было неподготовлено встретить таких людей без предрассудков, считая их людьми второго сорта. Однако церковь не делает различий между здоровьем и больным. Она помогает в спасении душ. И простые доверительные беседы за чаем способствовали потому, что ребятам открывались и остановились на пути справления. К сожалению, многие из них уже ушли в иной мир. Был такой год, что лично я похоронил от 17 до 35 лет около ста чего лет. То есть, вот именно был такой год, когда вот именно поварили ребята от наркотиков. О наркотиков отказывались, но уже в болезни ВИЧ-инфекция, она брала свой верх. И, к сожалению, много ребят ушло молодыми. Однако, к сожалению, многие из них ушли в иной мир. Оставим детей, которые сейчас растят близко. И мы их продолжаем духовно откровлять. Для детей, которые остались на попечении своих родственников, организуются паломнические поездки по святым местам Белоруссии. Помимо вышеизложенного, хотелось бы отметить, что в Святогорском благочине в сотрудничестве с городским центром культуры организуются для детей, живущих с лиц, новогодние представления, по окончании которых зрители представления получают подарки. Дети, которые по разным причинам не могут позволить себе посетить такое мероприятие, не остаются без внимания. Их поздравляют на дому. Ребята, которые по состоянию здоровья находятся в учреждении здравоохранения, также получают подарки. И все необходимое для ухода за ними. И ежегодно дети благочинней посещают рождественское представление, которое организовывается архиепископом Гомельским и Жлобинским Степаном в кукольном театре города Гомель. После представления и общения с архипастырем ребята получают рождественские подарки. И вот эта вся деятельность, которую мы проводили, ребята, альтернатива, я даже и не знал. Они давали отчет в Минск. И вот за 2037 год митрополит Филарет вызывает, меня приглашают в Минск приехать на богослужение. И потом, как говорит, вам будет даваться рождественская премия. Ну это я уже трошки так про себя. И когда Владыка Филарет вручили нам премию за то, что дети ждались не вечно инфицированные, которые, да и ребята уже нам помогали в борьбе и пропаганде за здоровый образ жизни, была вручена мне рождественская премия. Когда мне дали слово, я говорю, может что перепутали, потому что не за что мне плодовать. Ну Владыка улыбнулся и благословил он дальше наднейшую работу. В 2008 году в связи с трагической эпидемией ВИФСПИДа на территории храма Пробежения Господня в Светлогорске по инициативе Белорусского общества лиц живущих в Светлогорске установлен памятный знак «Помнить, жить, быть рядом». Знак символизирует борьбу с дискриминацией и стигматизацией ВИЧ-инфицированных. Его текст акцентирует важное христианское отношение как умершим от заболевания, так и тем, чья жизнь и ее качество изменилось из-за ВИЧ. При участии людей, ранее употребляющих наркотики и людей, живущих в Светлогорске, ранее того знака совершается за покойное литья. Каждое третье воскресенье мая во всемирный день памяти умерших от СПИДа, во всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря зажигаются свечи и возлагаются цветы. Таким образом, благодаря скоординированной работе общественных, благотворительных организаций и православной церкви не сможем сформулировать тенденции к снижению заболевания ВИЧ-инфекции, тем самым популяризации зажиг среди населения. Спаси всех Господь! Какие-то вопросы есть? Могу ответить, если кого-то что-то интересует. Никаких вопросов нет? А центры хотели закрыть? Ну, сейчас ребята там прожили около трех лет, и сейчас он в подвешенном состоянии. Сейчас мы сопровождаем больше, то есть не взрослых наркозависимых, а уже больше направление идет на детей. И хочу вам сказать, что уже три года мы работаем с детской поликлиникой нашей, где ребенок поступает, например, в ВИЧ-инфицированный, спрашивают у попечителей, если живы родители. Врач спрашивает, что может прийти православный священник, покрестить там. Но я вам хочу сказать, что на моей уже практике, я видел, как умирает ВИЧ-инфицированный человек, ребенок. Я вам хочу сказать, что вот сам он здоровый, сердце бьется, тело гниет, отваливается от кости. Такого человека подойти очень сложно. Ну, а ребенок, уже сколько детей, умерло, конечно, приходишь к ним в палату, они играются, хотят играться. Мы их там прочищаем, крестим, если не крещеные. Там бабушки на печенье, родители умерли от наркотиков. То есть таких детей. Но уже три года у нас не родился ни один ВИЧ-инфицированный ребенок. То есть это очень слава Богу, что Господь милосерден. Так что всем Божьей помощи, хранился Господь, определение всякого рода страстей, которые живут в нашем сердце. Семанцентр, хотел бы, там было сказано, что там люди были против. Мы все-таки центр построили. Да, он был освящен, построен, и там проживали люди. Ну, ребята, которые делали сельское хозяйство, вели... Но потом люди все-таки... А сейчас центра нет? Сейчас центра нет. Нету, да. То есть проблема в чем? Проблема в людях, которые там могли бы жить с наркозависимым людьми. То есть вот в этих 10 человек, которые самой сейчас, их семьи, они женились и просто хотят забыть. Раньше они там проживали, они вот после 8-5 лет воздержания, то есть они вели ребят, которые приезжали, употребляющие наркотики. А потом уже, то есть очень быстро выгорают. Они не хотят возвращаться к этой жизни. Они хотят забыть это все. Но у меня уже самую работу надо вести, должно быть. Мы ведем, мы встречаемся в храме, мы встречаемся над домом, мы встречаемся... То есть вот Александр, Андрей, у меня таких вот 10 человек, которые бывшие наркозависимые. Но они в семьях, но они вот где-то... И уже человек умирает, я тогда... Они всех знают. Я за 20 лет знал, что наркотик от все. То есть они сразу были такие все ерфистые, невозможно было с ними разговаривать, но потом уже со временем они приходили, временные рассказывали, «Бочка там продавали», «Там я кололся», «Там я кололся». И вот мы уже они просто вот как одна семья оплачились против вот этого страшного нашего эпидемии, нашего века. Спасибо.